Здравствуйте, друзья! Добрый день! Случай такой в эмигрантской практике. Приехал паренек в Соединенные Штаты по лотерее. План у него был. И как-то вот план этот не осуществляется так, как было задумано. А как-то по-другому осуществляется. И вот в этом месте человек говорит, раз не осуществляется, как задумано, плюну на все и поеду обратно. Вот такая ситуация. Я сейчас подробненько расскажу. Он смотрел наш канал и играл в лотерею. И такая какая-то красивая картинка у него сложилась. Приехал в Америку, выучился на тестировщика программного обеспечения. Получил работу, там все дела. И в общем, и жизнь покатилась. Но он приехал. Поступил в онлайн-класс наш. То есть он не на кампусе у нас, а в онлайне. Но это дешевле намного, да. И нет таких расходов на жилье. То есть и класс дешевле, и сопутствующие расходы дешевле. Он в недорогом штате живет. И там вроде бы и работа тоже есть, не то чтобы не было. Короче, отучился, пошел искать работу. И было у него шесть интервью. И вот с шести интервью что-то вот у него не получилось пока получить оффер. То есть получить предложение работы. И он загрустил. Причем загрустил он гораздо раньше, чем когда было шесть интервью. Он загрустил уже там чуть ли не с трех. И я как-то его пытался приободрить там и все такое. Я ему и сейчас говорю, да. Он мне написал, что вот я все, я снимаю там все свои профили в этих поисковых системах. Там, где люди работают и ищут все. В общем, короче, поеду я обратно в Россию. И там я найду работу тем же тестировщиком. Но вот там нет такой конкуренции. Там, не знаю, почему-то он решил, что там по десять человек на место интервьюировать. Я не знаю. Ну, в общем, как-то, ну, может быть, он не боец такой. Знаете, вот, знаете, такие есть, что упрямый, упертый вот он через все. Но и тоже после трех интервью, как бы, нос вешайте. Даже я не знаю. Во всяком случае, вот шесть интервью. Я знаю случаи, когда у людей и по десять. И я ему говорю, ты пойми, говорю, на кону, на кону ставка. Вся жизнь. Парень-то молодой, бэти, вся жизнь ставка. Ты должен идти до конца, если ты хочешь получить результат. Ты идешь до конца. Люди, которые сошли с дистанции, они точно никуда не попадут. То есть мы упираемся вот в извечные темы, как быть успешным, да. Значит, как, как вот, кто успешный, а кто неуспешный. Сколько нужно не пройти интервью, чтобы сказать себе, я уезжаю из страны. Я уже не говорю о том, что все-таки эмиграция, это намного больше, чем, допустим, приехать и, там, с трех интервью получить работу вот в этой профессии. А проучившись, там, три месяца в онлайне. Ну, как же. Я не знаю, я пока начал на нормальной работе работать. Два года тут еще с женой и с ребенком. Прошло два года, пока я стал, я не могу сказать, много зарабатывать, но, во всяком случае, я вот оказался в IT, в тестировании. И у меня не было плана никакого на то, сколько времени на что уйдет, но мы, мы уехали. Иммигрант, это не тот, который приезжает и становится тестировщиком или медсестрой, или, там, я не знаю, трак-драйвером в заранее установленный промежуток времени. Если у него это не произошло в этот промежуток времени, он должен собраться и уехать. Я упоминал там кинофильм один, в предыдущих видео, как-то он там назывался, я не помню. В 50-е годы был такой кинофильм, и там девушка приехала поступать в Москву, а там все про абитуриентов было. И вот, значит, она приехала поступать в Москву, из какой-то глубинки, и она была такая гордая собой, что была уверена, что она должна сдать один экзамен. Она медалистка, наверное, там была где-нибудь в райцентре. В общем, она, вот если она получит, там, первую пятерку не получила, и она обиделась. А куда-то она поступала, может быть, в приличное место, в МГУ, там, я не знаю. Короче, по факту того, что на первом экзамене она не получила пятерку, она обиделась, забрала документы и уехала в свою глубинку, чтобы там еще глубже было. Понимаете? И вот вопрос, кто же проиграл? МГУ проиграл? Я не знаю, но там, наверное, кто-то был не хуже, кто не забрал документы, а оставал до конца. Поэтому все-таки мы говорим об очень-очень-очень серьезном деле. И вдруг, как только мы начинаем себе устанавливать какие-то временные барьеры или количественные, сколько раз нужно, значит, не пройти интервью, чтобы сказать себе, что это не мое. Мама родная, так разве это важно? Важно то, что после каждого интервью ты делаешь какую-то домашнюю работу. То есть ты разбираешь те вопросы, которые тебе задали. Ты думаешь о том, как тебе в следующий раз лучше ответить на эти вопросы. И если ты пришел на интервью номер 6 и было лучше, чем интервью номер 5, вот ты и молодец, вот ты и в позитиве, вот ты и победитель. Тебя могли взять или не взять на работу. Мы же не контролируем других людей. Давайте я пока в тенечке. Значит, мы же не контролируем других людей. Контролировать мы можем и должны себя. Значит, сделал ли я то, что я мог сделать, чтобы быть лучше в следующий раз? Вот это единственный вопрос, который существенный. И если я сделал, то я и молодец. А дали мне офер или не дали в конкретной ситуации, я же не могу контролировать. Это мог быть кто-то, допустим, кто чем-то привлекательнее. Ну, но бывает. Почему? Это бывает, что ты идешь на интервью, и у них уже есть человек, которого они хотят взять. А он, например, ну, уже есть. Но такие условия, что они обязаны проводить интервью. Они не могут сказать, вот есть там, Вася, мы возьмем. Есть компании, где определенный процесс. И ты идешь на интервью просто, чтобы попрактиковаться. Ну, то есть ты не знаешь об этом, но даже если бы ты знал, а что не пойти? Это же здорово. То есть другой аспект, который в этом есть. Помните вот эту хохмочку с стаканом, который или наполовину пустой, или он наполовину полный? Вот оптимист говорит, ой, наполовину полный, писюй, ой, наполовину пустой. Но, допустим, тебе нужно 10 интервью. Допустим. Хотя я хочу сказать, что это очень редкий случай. Но путь будет 10. И ты идешь на интервью, и ты говоришь, что смотри, еще осталось всего 4. Понимаете? Ты можешь сказать, ой-ой-ой-ой, 6 интервью, и нет оффера. Но ты можешь сказать, хей, так осталось всего 4. И я помню, у нас была замечательная девочка. Во всех отношениях прекрасная. Молоденькая, умненькая, хорошая такая. И что-то у нее, наверное, 5 или 6 интервью. Вот тут на кампусе у нас. И София ее отправляла на интервью, на интервью, опять интервью. И она говорит... Она такая, немножко наивная, такая молоденькая. И она говорит, а что ж такое? А почему же меня вот не взяли туда и не взяли сюда? Да, вот. И София ей говорит, послушай меня, говорит она, когда придет твоя компания, твоя, вот так все произойдет. Что и произошло, кстати. Вот. Но, к чему я рассказываю, что проведению, судьбе, как бы, да, надо дать пространство какое-то для операции. Понимаете, им тоже пространство нужно. И мы не должны от себя какие-то условия ставить. Значит так, я в Америку поеду, если мне вот это, вот это, вот это дадут. А если мне не дадут, я тогда не поеду. Вы говорите, что же за детский сад такой? Не, ну, наверное, есть люди, которые так рассуждают. Но какое-то отношение имеет к эмиграции. И я, я на самом деле, хотел бы вот послушать, что там народ скажет. Потому что, может, я что-то не понимаю. Пойте, я думаю, что тут, что-то, наверное, есть такое, что, может, я не врубаюсь в это делать. То есть, может, вы мне скажете, но что делать в такой ситуации? Вот я ему пытаюсь объяснить, я ему говорю, надо идти до конца. Успешный это тот, кто идет до конца. Тот, кто посередине бросает, не может быть успешным. Но, послушайте, мы тоже знаем, что есть ситуации, когда ты влез куда-то, и ты думаешь, ну его нафиг. И чем раньше ты отвалил, тем лучше. Это с нами, с любым из нас тоже бывает. Поэтому было бы все очень просто. Если просто сказать, надо ходить до конца, а не ходишь до конца, тогда и все. Но мы знаем, что бывает ситуация, когда не надо ходить до конца. Это бывает. У любого из нас бывало. Какие-то завиральные идеи, там, я не знаю. И вот я и говорю. Поэтому обращаюсь как бы за философским советом к клубу наших зрителей. Счастливо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин